ТОП-5 самых ярких событий за 2021 год в мире армрестлинга. Пятую строчку нашего рейтинга занимает поединок Ливана Сагинашвили в противостоянии с Дэйвом Чаффи. Борба проходила 5 сентября в Киеве на первом этапе турнира ТОП-8, где безоговорочную победу одержал Ливан Сагинашвили со счетом 6-0. Данное противостояние было максимально очевидным, что победу одержит спортсмен из Грузии. Ливан, который является самым сильным в мире армрестлером. Четвертую строчку нашего рейтинга занимает противостояние Девона Лората и легендарного Джона Бразенко. Их армфайт проходил 11 декабря в Дубаях, где победу одержал Лорат со счетом 4-0. Также эти спортсмены уже встречались в далеком 2015 году, где в тот раз победа была за Джоном со счетом 2-1. Многие любители армрестлинга разошлись на два лагеря. Одни считают, что Джон уже не в тех былых физических кондициях, как был раньше. Другие говорят, что Лорат набрал одну из самых лучших своих форм. Третью строчку нашего рейтинга открывает поединок Эрмеса Гаспорини и Геннадия Квиквини. Чтобы понять уникальность данного события, нужно посмотреть прошлый поединок Эрмеса в противостоянии с Алексом Курдечи, который проходил 21 ноября за один месяц до поединка с Геннадием. Алекс одержал победу со счетом 6-0. И после этого поединка Эрмесы начали списываться от счетов. Но не тут-то было. Спустя месяц, 11 декабря, Эрмес встречается в армфайте с Геннадием Квиквини и одержит победу с результатом 4-2. Вторую строчку нашего рейтинга открывает уникальный спортсмен, самый известный династия армрестлеров в мире Алан Зелоев. На счету у семьи Зелоевых более 25 золотых медалей с чемпионатов мира. 24 ноября по 3 декабря в Румынии город Бухарест проходил чемпионат мира, где за 4 дня Алан Зелоев завоевал 4 золотых медалей в весовой категории 75 кг, выиграв сначала старших юниоров на правую и левую руку, а потом категорию среди мужчин. Это говорит о том, что данный спортсмен обладает огромным трудолюбием, феноменальными данными и в будущем сможет показать себя на арене среди профессионалов. Первую строчку нашего рейтинга открывает турнир МАК, а именно противостояние Сергея Богословова и действующего чемпиона мира в категории 100 кг Юрданом Цоневым. Поединок проходил 19 декабря в Москве, где в равном и невероятно зрелищной борьбе победу с счетом 3-2 одержал Юрдан Цонев. Сергей Богословов продемонстрировал одну из самых лучших своих форм в карьере, но все же длительный 4-летний соревновательный простой сказался на его борьбе. Ссылку на поединок я оставлю в описании. На данном турнире проходили и другие интересные армфайты, которые вы сможете посмотреть на канале организатора Вадима Акперова. Хочу выразить огромную благодарность Вадиму от лица всех фанатов армрестлинга за такой крутой турнир. Вот наш рейтинг подошел к концу и в скором времени наступит новый 2022 год. Хотелось бы вас всех поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать здоровья, ведь оно в нынешнее время очень необходимо. А какие вам события в мире армрестлинга за 2021 год запомнились больше всего? Пишите комментарий под видео. Субтитры сделал DimaTorzok